МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современные транспортные развязки трассы М5. Их строительство позволило существенно увеличить пропускную способность и интенсивность движения на региональных участках трассы, ликвидировать зоны аварийности, в том числе в районе железнодорожных путей. Северный обход без преувеличения можно назвать стратегической для Рязани дорогой. Именно он решил проблему проезда транзитного транспортного потока через Рязань в направлении Пензы, Воронежа, Нижнего Новгорода. Северный обход – участок автомобильной дороги протяженностью более 4,5 километров, с четырехполосным движением, с двумя транспортными развязками и шестью искусственными сооружениями, в том числе с эстакадой длиной 772 метра и подъемным пролетом через реку Трубеж. Сегодня ведутся работы по строительству транспортной развязки пересечения с автодорогой Калуга-Тула-Михайлов-Рязань, а также Рязань-Ряжск-Александро-Невский. Рекордное количество жилья возвели строители за эти годы. Посмотрите с высоты птичьего полета, насколько впечатляюще открывается картина. Строительство не останавливается в городе до сих пор, и вскоре новые дома распахнут свои двери для жильцов. Покупка квартиры по-прежнему остается самой крупной сделкой в жизни россиянина. При этом только за последний год в Рязанской области построено более 600 тысяч квадратных метров жилья. Это почти на 10% больше, чем в прошлом. Мы сейчас уходим от точной застройки, особенно территории города Рязани, а переходим к комплексной застройке новых территорий, комплексного освоения застроенных территорий. То есть это та территория, на которой кроме комфортных жилых квартир еще создается инфраструктура, социальная инфраструктура. Имеется в виду и детские садики, и школы, и бытовое обслуживание. В 2015 году достигнуто наибольшее за последние 20 лет значение показателей по вводу жилых домов на душу населения. А по темпам строительства область заняла пятое место в Центральном федеральном округе. Задач очень много перед нашими строителями стоит. Но в первую очередь, естественно, не допустить темпов снижения строительства жилья. Если вот мы в прошлом году говорили о том, что ввели в эксплуатацию больше 650 тысяч квадратных метров, то в этом году мы ставим рубеж для себя как минимум не меньше, а то и добиться в эксплуатацию около 700 тысяч квадратных метров жилья. Это очень высокие показатели для Рязани, для Рязанской области. Принципы и упор на качество. Вот на что ориентируются современные строители. О том, что именно такой подход нужен людям и выгоден застройщикам, говорят представители крупнейших строительных компаний региона. Конечно, традиционно мы подводим итоги к своему профессиональному празднику. В этом году мы вводим эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома. Упор делаем на качество, на то, чтобы квартиры были дешевле, доступнее для наших граждан. Еще есть к чему стремиться, но есть, конечно, результаты. Самая главная ответственность, понимать, что нужно нашему населению, чтобы квартиры, одно из главных, были качественными, доступными, чтобы охватить как можно больше населения, и то население с незначительным доходом. Хочется сказать о принципах работы компаний. Они за моей спиной видны. Экологичность, энергоэффективность, качество. Мы делаем самый большой упор на эти три основных принципа. Их, конечно, много, но это главные принципы. Мы гордимся тем, что люди, которые покупают у нас квартиры, они могут позволить себе не задумываться о качестве, о том, как их обслуживать, как они будут принимать свою квартиру. В срок ли сдадут дом? Две трети наших домов мы сдаем на три месяца, на полгода раньше срока. На самом деле, вот в тех условиях, непростых условиях экономической ситуации, в которых сейчас находится страна, экономика страны, а кризис, он носит более суровый характер по отношению к кризису 48-9 годов, как по продолжительности, так и по глубине. Тем не менее, несмотря на эти жесткие условия, мы все-таки встречаем вот этот праздничный день для нас, для строителей, но достаточно с неплохими результатами, я бы сказал, также существенно лучшими, чем мы могли бы ожидать. Поэтому, думаю, что те большие задачи, которые на сегодняшний момент перед нами стоят, нам все-таки удается решать, и удается решать неплохо, достаточно успешно. Но, повторюсь, второй полугодие будет очень непростым, особенно в части того, что должны быть выработаны правила работы застройщиков, которые позволили бы стабильно работать на рынке недвижимости. Впереди очень большая работа. Образование тоже зависит от строителей. В 2016 году в эксплуатацию введены центры культурного развития, общеобразовательные школы и детские сады. Сегодня принципиальным моментом строительства новых квадратных метров жилья становится доступность к школам и детским садам. И строители с поставленными задачами справляются. Уже задумываются не просто купить жилье подешевле, они задумываются, что там есть, какая инфраструктура. Понимаете, когда будет там рядом школа под боком, это даст возможность повысить капитализацию. Построенный в прошлом году в Рязани теннисный центр уже сегодня подтверждает свой мировой уровень. Задуманный как один из базовых объектов национальной сборной, он сегодня принимает на своих кортах именитых спортсменов и международные турниры. Все бы это стало невозможно без предприятий строительной отрасли. Несмотря на экономические сложности, индустрия строительных материалов – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности Рязанской области. За последние годы построено 11 крупных и средних предприятий стройиндустрии. Дальнейшее развитие связано с созданием цементного кластера, расширением выпуска продукции теплоизоляционных изделий, гидроизоляционных и кровельных материалов. Решение этих задач позволит нам обеспечивать строительный комплекс не только Рязанской области, но и других регионов, а также экспортировать за рубеж современные качественные строительные материалы. Любое строительство начинается с фундамента. Именно здесь, на одном из рязанских предприятий, делают основу основ – железобетонные изделия как для гражданского, так и промышленного строительства. Предприятие скоро отметит свое 60-летие, и на сегодня завод является одним из самых успешно развивающихся в регионе. Предприятие постоянно принимает активное участие в стройках нашего города. Этим летом производили стеновые панели на строительство нового корпуса больницы «Семашка». В 2014 году принимали активное участие в строительстве гидроузла в Кузьминском. В этом году будем поставлять железобетон на строительство плотины в Беломуте. Для того, чтобы выполнить заказ, при конструкции плотины в Луховицком районе потребуется более 2000 бетонных плит. Ранее при обычном режиме работы такое количество удавалось сделать чуть менее, чем за год. Теперь при наличии современного оборудования выполнение заказа укладывается в два месяца. Это полуавтоматическое оборудование. Для этого оборудование специально мы изготовили, построили новый цех, запустили часть техники, приобрели и, можно сказать, запустили единственное производство в нашем регионе. На сегодняшний день строительство – это настоящий локомотив экономики. Во все времена профессия строителя была престижной. Об этом, как никто другой знает, исполнительный директор Лизанского союза строителей Вячеслав Немчинов. 60 лет назад был подписан указ о празднике Дня строителя. 12 августа 1956 года впервые отпразднили этот праздник. Вы, наверное, прекрасно понимаете, что это второй праздник, который государство в те времена установило. Первый день железнодорожника, второй день строителя. Ну, почему строителям такое уважение? Потому что, ну, мало того, что, конечно, квартира – это большой стимул, он дает детским десяткам рабочих мест. Нам нужны и мебель, и телевизор, понимаете, и стекла, и все. И вот это все-все вроде бы построили одну квартиру, а десятки других производств работают на эту квартиру. Поэтому такое, мы считаем, уважение к строителям. И всегда строитель звучит гордо. Пожелать вам успехов, пожелать вам хороших доходов, хороших заработков, с тем, чтобы вы себя уверенно чувствовали сегодня в этой экономической ситуации, чтобы вы создавались за делом на будущее, чтобы ваши семьи жили благополучно всех строителей, начиная от лидеров строительных организаций и заканчивая бетонщиками, плотниками и всеми нашими профессионалами стройки. Большая благодарность строителям, всем участникам строительного производства, от проектировщиков, строителей, поставщиков материала. Всем большая благодарность за то жилье, за те объекты, которые они, невзирая ни на какие трудности, продолжают строить. Я надеюсь, что наша строительная индустрия была, есть и будет локомотивом развития экономики Рязанской области. Еще раз всех с праздником, счастья, здоровья, благополучия. Всех строителей страны, нашего города, с праздником, всем пожелать здоровья, успехов, удачи, благополучия. Хочется поздравить наших сотрудников, их семьям и их близким, пожелать, чтобы они с радостью ждали своих отцов с работы, чтобы дети наших работников могли с гордостью сказать, этот дом построил мой папа, а он работает в компании «Зеленый сад». Я желаю нашим работникам самые простые пожелания, чтобы у многих из них была прибавка к зарплате. Кое-кому, конечно, хочется пожелать профессионализма. Для нас это профессиональный праздник, это особый праздник. Но хотя я хочу сказать, что в принципе для каждого жителя, для каждого гражданина, который имеет так или иначе какое-то отношение к Дню строителя, потому что строит собственную жизнь сам. Поэтому всех, наверное, хочу поздравить с этим праздником. Хочу пожелать всем доброго, здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех их начинаниях с праздником. Я бы хотел пожелать всем строителям крепкого здоровья, потому что мы работаем и в снег, и в дождь, и в ветер, и в любую погоду, для того, чтобы создать хорошие условия для проживания наших рязанцев. Поэтому крепкого здоровья, всем их добра, полноты стола и достойный зарплат. Редактор субтитров А.Семкин